Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя тема нашего занятия – диффузия. Наверное, вы уже сталкивались с этим процессом в школе и задавались вопросом, а что такое диффузия? Как она происходит? Какое влияние оказывает на окружающую среду? Ребята, вы знали, что именно диффузия является причиной распространения запахов и смешивания жидкостей? На все эти вопросы мы с вами попробуем найти ответы сегодня. Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого, называется диффузией. Этот процесс может происходить в газах, жидкостях и в твердых телах. Наиболее быстро диффузия протекает в газах, наиболее медленно – в твердых телах. Давайте проведем с вами маленький эксперимент. Мы взяли две чашки Петри и в одну из них налили холодную воду и положили несколько кусочков льда. Чтобы вода охлаждалась. А в другую чашку налили горячей воды. Теперь внесем в чашки кристаллики марганцовки. Дальше наблюдаем за скоростью распространения окраски марганцовки в воде. Через несколько секунд мы заметили, что в горячей воде размер окрашенного пятна заметно вырос. А в холодной воде скорость окрашивания ниже. Здесь едва окрасилась лишь центральная часть. То есть в этом эксперименте мы доказали, что процесс диффузии ускоряется с повышением температуры. Чем выше температура вещества, тем быстрее движутся молекулы. С диффузией мы сталкиваемся каждый день. Например, в природе питание корневой системы растений. Диффузный обмен сквозь поверхность листьев. Поступление влаги сквозь листья. Кислородный обмен в легких. Снабжение водоемов кислородом. Рязка и листья на поверхности препятствуют воздухообмену. Кальмар при нападении на него выделяет темно-синюю жидкость. Также диффузия в технике. Металлизация изделий. Сверкосахарное производство. Диффузия в быту. Засолка овощей. Заваривание чая. Окрашивание. Замачивание. То есть процесс диффузии, ребята, протекает ежесекундно вокруг нас. И это явление широко применяется на производстве. В процессах жизнедеятельности человека, животных и растений. И даже в медицине. То есть диффузия играет существенную роль в нашей жизни. А вы можете сделать такой же эксперимент, но с чаем. Спасибо за внимание. Берегите себя. Спасибо.